МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, продолжаем наше занятие. Продолжаем наше занятие. Сегодня у нас, хочу напомнить, что сегодня у нас в пятницу практическая часть. Мы с вами уже рассмотрели две вещи. Это использование пакета, использование эксела для дисперсионного анализа, для корреляционного анализа. Сейчас я хочу повторить базовые вещи, определяющие вещи, понятийный аппарат МС-экселл, для того, чтобы у вас была продуктивная работа. Статистический анализ данных МС-экселл. Первый обзор характеристико-сумных статистических функций уходящих экселл. Работа с пакетом анализа. Понятие анализа данных. Анализ данных область математики и информатики, занимающихся построением и исследованием наиболее общих математических методов и вычислительных алгоритмов извлечения знаний из экспериментальных данных. Анализ данных – это процесс исследования, фильтрации, преобразования, моделирования данных с целью извлечения полезной информации и принятия решения. Статистические функции Microsoft Excel. Все статистические функции, входящие в МС-экселл, можно разбить на 8 подразделов. Это предварительная обработка данных, определение характеристик положения, определение корреляции к ковариации, определение характеристик рассеяния, интервальное оценивание, определение вероятности попадания дискретно-слойчайной величины в интервал, определение параметров распределения непрерывной случайной величины, определение параметров распределения дискретно-слойчайной величины, построение уравнений регельции и прогнозирование. Первое. Предварительная обработка данных. Подсчет количества значений. Счет. Определение экспериментальных значений в совокупности данных. Макс, Мин. Подсчет частот из массива данных, попадающих в заданные интервалы. Частота. Оценка относительного положения точки. Процент ранг. Определение величины, соответствующие относительное положение. Персентиль. Определение числа перестановок. Перест. Определение ранга чисел в списке чисел. Здесь красным отмечены те команды, названия команд, которые имеются в MSXL. Это команда счет, Макс, Мин, частота, процент, ранг, персентиль. Перестановка ранг. Предварительная обработка данных. Вот перед вами находится окно Excel. Наверху стоят команды счет, Макс, процент, ранг, частота, персентиль. Вот, допустим, имеется массив данных А. Массив данных А. Массив данных А. И мы видим, что он меняется от 5,97 до 19,54 и так далее. Если мы включаем счет, то считается, сколько данных есть в массиве, 10. Максимальное значение берется 27, то есть определяется максимальное значение. Процент, ранг, это процент, ранг от А1 до А10. Это будет 8, 0, через 8 определяется 0,222. Частота встречающихся данных. Вот, скажем, данные 9 встречаются 5 раз. 15,0, 222. Персентиль. А1. А10. 0,5. 7,90, 91. Так, ранг. Правильно, 6. Определение характеристик положения. Определение среднего. Определение метода в интервале данных или массиве. Определение медианы. Определение квартиры. Определение следователем. Выполняется командами среднее значение, среднее геометрическое. Мода в интервале данных или массиве. Мода. Определение медианы. Команды медианы. Определение квартиры. Квартиры. Определение характеристик положения. Вот опять же этот массив данных. Среднее значение. Среднее геометрическое. Медиана. Мода. Квартир. И сразу же идет вычисление. Скажем, среднее значение из 10 наборов данных равно 12,32. Среднее геометрическое 10,19,95. Медиана 7,99. Мода равна 3. Квартир равно 18,88. Определение характеристик рассеивания. Определение среднего линейного отклонения. Среднее отклон. СР отклон. Определение смуты квадратов отклонения. Дисперсия. Определение стандартного многосреднего квадратичного отклонения. Стандарт отклонения. Определение симметрии расположения. Асимметрия, значит, команда скос. Определение эксцесса. Эксцесс. Вот, опять же, мы берем эти данные. Среднее отклонение равно 6,92. Квадратичное отклонение равно 572. Дисперсия равно 6,363. Стандартное отклонение 7,97. Скос равен 0,81. Эксцесс равен минус 0,701. Зависимый случайных величин. Определение ковариации. Определение коэффициента корреляции. То есть имеются специальные команды. То есть коэффициент ковариации ковар. Определение коэффициента корреляции. Корреляция. И, опять же, на этом массиве данных определяется ковариация. Коэффициент ковариации 45 и коэффициент корреляции 0,60. Интервальные оценивания. Определение доверительного интервала для среднего. Доверительный интервал. Определение вероятности попадания дискретно случайной величины в интервал. Значит, доверительный интервал. 6,98. Вариатность нахождения 0,35. Определение параметров распределения непрерывных случайных величин. Определение значения функции распределения, функции плотности нормального распределения, норм распределения. Определение аргументов по значению функции распределения норм норма. Распределение вероятности статистики Z. Проверка гипотезы по равенству статистического цены от ожидания заданного интервала Z-test. Определение значения функции распределения. Отличное от нормального. Лог нормальный. Student. Проверка гипотезы равенства дисперсии. И что тут замечательно, что тут хорошо? Потому что вот то, что мы раньше с вами смотрели. Значит, норму распределения, норму образования, Z-test, F-test. Это очень сложнейшие формулы. Если их считать вручную, то, в принципе, будет куча ошибок. И займет очень много времени. То берется этот массив. И сразу по этому массиву, скажем норму распределения 0.32. Заложенная формула. Норм. Овер. Равен. Вероятность равна. Средняя 10. Стандартное отклонение 20. И равно 0.99. Z-test определяется 0.04. F-test 0.166. Построение уравнений регрессии прогнозирования. Определение параметров линейной регрессии линейной команды. Определение значений результатов признаков по линейному уравнению регрессии. Тенденция. Определение значений управления регрессией вида Y равно B0 плюс B1X в заданной точке предсказания. И вот те вычисления, которые делаются в этом Excel. В этом Excel по массиву данных нажатием команд линейн, тенденции, предсказания. Работа с пакетом анализа данных. Кроме того, что есть те операции, которые сейчас мы рассмотрели, имеется специальный пакет для анализа данных. Мы видим здесь, какие настройки пакета. Команды, скажем, данные для сортировки, заданные к билету 30, копирование форм, данные для сортировки решения задач. Доступны на строке Visual Basic для помощника по интернету, инструменты для евро, мастер подстановок, мастер суммирования. Вот и стоит пакет анализа. Пакет анализа, инструменты для анализа научных и финансовых данных. Работа с пакетом анализа данных. Пакет анализа данных входит в следующие инструменты. Генерация случайных чисел. Выборка. Гистограмма. Описательная статистика. Скользящие средние. Экспоненциальное сглаживание. Ковариационный анализ. Корреляционный анализ. Духвыборочный F-тест для дисперсии. Парный двухвыборочный T-тест для средних. Духвыборочный T-тест с одинаковыми дисперсиями. Духвыборочный T-тест с разными дисперсиями. Дисперсионный анализ. Регрессия. Ранг. Персинтиль. Анализ Фурья. И теперь разбираем каждую из этого пакета анализа, каждую из функций. Генерация случайных чисел. Окно инструмента генерации случайных чисел, он вам показан здесь с левой стороны, содержит следующие основные параметры. Число переменных, число случайных чисел, случайные рассеяния. Выборка. В пакете анализ данных инструмент выборка используется для создания выборки из генеральной совокупности. Рассматриваю входной диапазон к генеральной совокупности. Вот стоит окно, вкладка выборка, входной интервал. Значит так. Метод выборки. Периодически. Период случайный. Число выборок. Параметры вывода. Выходной интервал. Новый рабочий лист. Новая рабочая книга. Гистограмма. Вкладка гистограмма. Это входной интервал. Интервал карманов. Входной интервал. Параметры вывода. Это входной интервал. Новый рабочий лист. Новый рабочий. Паретто. Сортированная гистограмма. Интегральный процент. Вывод графика. Вывод графика. Значит вот здесь вот у нас имеются данные. Карман, в котором находятся статистические данные. Частота появления этих данных. Этих данных. Частота интегральная. Карман. Частота интегральная. Вычисляйтесь. Гистограмма применяется в графическом изображении интервального вариационного ряда. И вот, значит, если вот эти данные еще имеются, то вкладка или там, скажем, команда или функция гистограмма строит вот такого рода гистограмму. Описательная статистика. Описательная статистика. Вкладка общательной статистики. Входной интервал. Группирование по столбцам или по строкам. Параметры вывода. Значит опять выходной интервал. Итоговая статистика. Уровень надежности. Каты наименьшие. Каты наибольшие. Вот столбец 1. Х средняя. Просчитывается. Так. Дисперсия. СХ. Сигма квадрат. Коэффициент корреляции. Описательная статистика использует совокупность методов, позволяющих делать научно обоснованные выводы по числовых параметрах в распределении генеральной совокупности по случайной выборке из нее. Таким образом мы с вами рассмотрели пакет MSX по тем функциям, которые она может выполнять. Значит, по отдельным функциям, по командам и пакет анализа данных. Значит, это все вы будете, это показывается сейчас на примерах, все это вы будете, вы используете для решения ваших практических лабораторных работ. Значит, на сегодня у меня все. Продолжение следует...